В округе прошла акция ЕГЭ для родителей. В этот раз в ней приняли участие родители выпускников лицея номер 12, а также депутаты Совета депутатов и представители Общественной палаты Люберец за отведенное время. Участникам предстояло ответить на вопросы по русскому языку. Тему продолжит Григорий Ворванин. Последний раз экзамен по русскому языку Ольга Захарова сдавала в школе. Писала сочинение о том, что такое ЕГЭ, знает только со слов знакомых. В этом году дочь Ольги будет сдавать единый госэкзамен. Вот и решила, что надо и самой попробовать. Себя проверить тоже всегда интересно. Но больше, конечно, чтобы прочувствовать, чтобы сильно не давить на ребенка. Потому что они тоже переживают. На акцию ЕГЭ для родителей в 12-й лице пришли 24 человека. Все они зарегистрировались, сдали телефоны и прошли инструктаж. Впервые сдавал ЕГЭ по русскому языку и глава городского округа. Мы раздавали конкретному учителю. Учитель делал какие-то выводы. Возможно, в чем-то мог помочь. На что-то мог сделать скидку. Видит, что человек волнуется, значит, может подсказать. А тут нет. Тут все в таком жестком техническом состоянии. При этом бумага, ручка. И ты должен зафиксировать. А потом уже проверяющий делает оценку из того, есть ошибки, нет ошибок. Правильно, неправильно. То есть здесь более сухо, более жестко. Но к этому надо быть готовым. Большинство с заданиями справилось гораздо раньше отведенного времени. А вот выпускникам только предстоит пройти это испытание. Расписание, оно еще находится в проекте. Но, тем не менее, уже с 31 мая мы будем сдавать экзамены по выбору. Обязательно экзамены будут идти немножко позже. В этом году принято решение непосредственно Министерством просвещения Российской Федерации о проведении экзаменов, в некоторых которых участвует много детей, а это русский язык, в два дня. В этом году в городском округе единые государственные экзамены будут сдавать почти 1411 классников. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.